Музыка Музыка Дело в том, что детки не успевают засиживаться. У нас нет статичного сидения, руки, еще что-то. Больше 5-7 минут мы не сидим на месте и не занимаемся одним видом деятельности. Мы немножечко посидели, посмотрели, поиграли, подвигались. Постоянная смена вида деятельности. Вот. Дошкольный возраст мой самый любимый. И он самый важный, потому что в этом возрасте закладываются основы всего. И музыкального вкуса, и мышления, и творчества. Потому что ученые говорят, что именно в дошкольном возрасте человека больше всего развито дивергентное креативное мышление. 98%. Я хочу сказать, что в социальных сетях предварительно перед нашим эфиром почитал несколько отзывов. И очень они меня порадовали. Потому что родители пишут, что дети просто не хотят уходить. И это большая заслуга, конечно же, и ваша. Потому что смена вот этой деятельности. Дети не успевают устать. Это мало того. А во-вторых, такого внимания им иногда и дома нет. Потому что здесь им максимальная вседозвольность в плане творчества. Что хотят, то и делают. По каким направлениям они могут работать и развиваться? Это все виды движения. Это все виды ходьбы. Это ритмика. Это пластика в чуть более старшем возрасте. То есть физически они развиваются активно. И вот иногда родители хотят отдать ребенка на танцы. Но в три года есть детки, которые способны один час заниматься только танцами. Но большинство деток 15-20 минут. Это особенности восприятия дошкольника. Поэтому у нас они танцуют. У нас они поют. У нас они занимаются речью. Дикция, логаритмика. Работа с пальчиками самыми маленькими. Потому что у дошкольников, у младшего возраста, младших дошкольников, еще не развита речь, не развита артикуляция, дикция. В общем, мы с этим активно работаем. Вот как раз по поводу дикции хотелось бы узнать. Потому что, действительно, год некоторые дети еще очень слабо разговаривают. А как здесь? Год – это вообще как бы ребенок в год и не должен так прям разговаривать. Это нормально абсолютно. И в два это нормально. То есть вы с самого малого уже формируете правильную речь у детей. А как проходят эти занятия, вот, например, с самым минимальным возрастом? С самыми маленькими мы начинаем с дыхания. Мы идуем на свечечку, мы играем в снежки. Ну, то есть, по сути, все те же упражнения, что и в театральном потом позже будут. Да, но они немножечко полезнее и не идут только не в таком темпе. Вот у старших деток уже речевой тренинг. Это называется, потому что мы уже тренируемся, мы уже работаем по-серьезному. А у малышей мы только все начинаем. Но это дает хорошие результаты. Я предлагаю сейчас небольшой ролик посмотреть о том, как работают с дикцией, с речью о малышей. Смотрим, друзья. Щуку я тащу, тащу. Щуку я не упущу. Голос. Щуку я тащу, тащу. Щуку я не упущу. Робот. Щуку я тащу, тащу. Щуку я не упущу. Спасибо, маленькая мышка. Щуку я тащу, тащу. Щуку я не упущу. Гигантский великан. Щуку я не упущу. Слеждая королева. Ровный, ровный, монотонный звук. Вперед. Давай. Щуку я тащу, тащу. Щуку я не упущу. Маленький карлик. С красными глазками. Который противник, противник. Давай. Щуку я не упущу. Щуку я не упущу. Ось так проходят ці заняття. Які ще види діяльності є, окрім ось такої позитивної, на яку хочеться на такі заняття самому прийти? Обязательно, це пение. Задача не ставиться петь песни от начала до конца. Задача ставиться развивати слух. Ті дітки, которые ходят стабильно і ходят несколько лет, я даю гарантію, що вони будуть піти. Это уже проверено. Вот. Следующий вид діяльності ми знайомимся з детськой музикою класською. Слушаєм, потім ми її іграєм. Вот. И последний вид діяльності – це, соответственно, игра, театральні ігри. По поводу, вот, іграєм. То есть, сначала слухаєм, потім граєм. Кіне інструменты і є можливість, щоб рівенок у вас в студії навчився на них граєм? Це кастаніеті, це ксілофоні, металлофоні, бубінчики, це треугольники, це різні барабані, це різні дерев'яні інструменты, вутблокі, тонблокі, це… що ще? Маракасы, в общем… Ну, то есть пошуміти можна по максимуму. А не волю, чувствам і емоціям. У малюшей – це шумовий оркестр, но ми граєм класичні произведення і Польку Далииба, і Шостаковича, і Кабалєвського. А у старших дітків – це вже знакомство с нотной грамотою, і, як би, потім, вже зная, як грають на металлофоні, вони можуть граєм і на піаніно в тому числе. Со старшими дітками ми роботаємо з сапилочками. Це дуже добре розвиває дихання. Як раз таки допомога тому речевому. Да, все идет в комплексі. В комплексі все проїсходить. Я предлагаю тоже в комплексі посмотрювати ще одне видео того, як діти грають на інструментах і, соответственно, як же це все глядит. Ну що ж, продовжуємо далі. Тепер вже повернемся к тому послідньому етапу, який ви очертили немного раніше. Це спектакли. Діти, задійсовані вже в результаті прохождения всіх цих етапів в комплексі, вони вже можуть граєм на сцені. Що це за спектакли? Самими маленькими – це кукольні спектакли. Це все види кукольного театра. Начинаючи від пальчикового, перчаточного, штокового і закінчуючи ростовими большими куклами, які працюють і ручки, і ножки у ребенка. Це теневой театр, то є театр теней. Це у самих маленьких. А у старших – це обычно мюзикли, тому що дошкільникам легче петь, ніж говорити. Я так понимаю, що ви конкуренцію можете составити через нескільки років з цими дітьми, з цим театром, який є. І те у лісотеней, і нашим академічним. А какие именно п'єси берете для того, чтобы… Ну, вот мы ставили «Щелкунчиков», мы делали «Дюймовочку», большой сорокаминутний спектакль, мы делали «Водевиль» в трех действиях «Наши добрые соседи», мы делали «Синюю птицу», мы делали «Хроники на армию», большой, последний спектакль. Я предлагаю сейчас одно из видео того, как происходит это все действие, что видят родители, что видят зрители, ну и, соответственно, что увидим мы прямо сейчас. Сказка называется «Мышонок Фредерик». А да? В одной сказочной стране на удивительной солнечной полянке жили-были мышки. И были они какие-то дружные будут, что любили танцевать день и ночь на пролет. А почему ты ничего не делаешь? А я не бездельничаю, я собираю солнечные лучики. Солнечные лучики! А почему ты опять ничего не делаешь? А я не бездельничаю, я собираю краски лета. Отже, это одна из выстав, я так понимаю, что это одна из таких подготовочных моментов, специально для снимания группы. Есть еще и специальные выставы, которые уже показываются для глядача. Да, конечно. В полном оккупировании, но, конечно же, уже с полной подготовкой. Сколько тревает, в целом, период из этой подготовки? Чи это как проектная такая работа за год? Ну, интересная у нас была такая группа, которой детки начали заниматься с двух лет. И дошли до семи. Сейчас им уже восемь. К сожалению, мы распустили их, потому что не хватает помещения. Для малышей помещение, в котором мы занимаемся, оптимальное, оно очень удобное, комфортное. А для старших хотелось бы больше помещения. Если кто-то нас слышит, вот и может помочь с этим, то мы будем очень рады. Вот. Ну, хотя бы год. В конце каждого года мы показываем большой спектакль. И промежуточный. Да, на Новый год обязательно спектакль. А у малышей мы показываем каждый где-то период раз в два месяца. Небольшие музыкально-театральные представления. Чтобы они уже привыкали к сцене, к тому, что на них будут смотреть зрители. И нужно работать на зрителей. Ну что ж, мы вам желаем, конечно же, вдохновения для работы с детками, потому что нелегкая работа. Но самое главное, что это вам нравится. И это видно по вашим счастливым глазам, потому как вы с ними работаете. Я нагадую еще раз, что сегодня в нашей студии была кривная детальщая музыка и театральная студия «Жираф» Ольга Кузовкова. Дякую вам. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»